Еще два визит-центра планируют запустить национальный парк Кайгородский. Откроют их непосредственно в самом Кайгородке и Обьячево. Именно в этих двух муниципалитетах и расположена одна из самых молодых охраняемых территорий нашей республики. Сегодня здесь готовятся к запуску первого туристического сезона. Идет обустройство стоянок и подготовка экологической тропы. Виктория Палкина уже знает, чем здесь собираются удивлять гостей. Для туристов уже готовы четыре стоянки. Всего же их будет пять. Пока гостей здесь нет, стоянками пользуются государственные инспекторы. 60 тысяч гектаров под присмотром 12 сотрудников, 8 фотоловушек и двух дронов. И последние наблюдения показали – животный мир в нацпарке стал разнообразнее и многочисленнее. Животные идут сюда к нам, ближе к территории парка, потому что, можно сказать, когда первое время пришлось заработать, не было следов, скажем, лосиных, не было каких-то деревьевных учетов, глухарей, следов. А именно когда я два года уже работаю, скажем, грубо говоря, я начал замечать, больше следов получается, больше лосиных следов, переходов. Именно животные понимают, что тут их не трогает, именно все это успокойствие, нету браконьеров, как говорится. Все, есть кому довериться, это имеется в виду нам. Вот они приходят, наверное, сюда к нам. А вот и редкий лишайник ларбарии еще раз подтверждает в нацпарке чистый воздух. Краснокнижное растение можно найти только в экологически безопасных местах. А еще ели достигают здесь высоты 28 метров. Осины толщины в три человеческих обхвата, а кроны деревьев раскидываются до 20 метров в диаметре. Заповедная непроходимая чаще сохранила десятки видов краснокнижных животных. Правда, на единственной экологической тропе представителей местной фауны вряд ли встретишь. А вот с флорой можно познакомиться. Протяженность ее довольно-таки короткая, и она несложная в прохождении. Нет таких каких-то увалов или что-то еще сложного. На этой тропе сейчас проводятся научные исследования сотрудниками нашего парка. Тема исследования фенология, то есть наблюдают вегетативные фазы растений. И вот мы решили совместить как раз-таки эту тропу ученую, научную и тропу экологическую вместе сделать. Так как на ней редкие виды встречаются, про которые интересно будет рассказать. Уже в июле здесь ждут группы экологических волонтеров. Трудились они в нацпарке и в прошлом году. В этом работы активистам тоже хватит. Помощь нужна в обустройстве туристических маршрутов. Виктория Палкина, Северин Арпа, Роман Боровиков, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Кайгородский район.